Вы знаете, я бы очень хотела, чтобы и те, кто думает по-украински, и те, кто молчит по-русски, были едины в одном, что нам надо убрать ненависть из нашей страны, что нам надо сделать так, как, как рассказал Олесь Бузина в своих творах, чтобы каждая людина имела право в нашей стране говорить, думать или молчать. Ею мовою. Мне кажется, что... Яка ему родна. И чтобы никто даже не замысливался никогда, что на этом можно разделять людей, что за это можно стрелять в кого-то, бить в кого-то. Так воно ж так было. Так было, так было, але взялося. И вот сегодня, прощайте, друзья, что я вас перебиваю, но когда Володя спевал, вот в меня такая думка и такая идея зародилась. Нам надо с вами сделать все, чтобы засунувать в Украине премию фонда свободы слова имени Олеся Бузины. И вручать цю премию каждого года на передодні Дня Украинской независимости тим журналистам, которые проявили найбільшу мощность у своей профессии, и, соответственно, право каждого говорить родной мовою. И на родном языке, и родной мовою. И я думаю, что Олесь будет там просить Бога, чтобы нам это удалось. И я буду, а я буду просить, я уже дещо, и мы в нашей, Володя Бестряков знает, мы в нашей гуманитарной раде уже дещо сделали с этого привода. И, если Бог даст, и нам все удастся, и мы найдем поддержку этой нашей идеи, я мрюю про то, что на передодні наступного дня Украинской независимости, у мирной независимости Украины, выйдет на сцену мама Олеся Бузины и вручает эту премию достойным журналистам, которые нужны у своей профессии. Пробачьте, что я перебила такую дискуссию, и я бы хотела, чтобы продолжил Руслан Коцаба. Я единую фразу хочу сказать. Дай Боже мені дожити. И дай Боже, чтобы так было. Мы мусимы с вами. Дай Боже. Я очень вдячна. Олесь цього заслуговує. Поверьте мне, его дословно слова. Я писатель, я не террорист, я не повстанец. Слово правды, вот это мое оружие. Это должна быть первая, самая высокая премия в Украине. Так вот, за слово правды, это дословно. Так вот, за слово правды, Олеся убили. Вот уже 16 апреля, что тут уже осталось? 7 лет. Как не только я обязалась. Я считаю, что и вся Украина без него. Сколько бы он сейчас сказал, написал, я представляю, как бы он себя вел. И какой был бы лидер яркий для тех людей, кто молчит по-русски.